Сегодня мы решили поговорить о алтайцах. Но вообще алтайцы – это же этническая группа, как я понимаю. Да, это очень сложно пояснить, кто такие алтайцы, потому что если мы приедем, допустим, в Барнаул, то любой человек, независимо от национальности, скажет, я алтайец, потому что я живу в алтайском крае, и вот эта такая территориальная идентичность, любовь к своему краю, к своей природе, к тому, что его окружает, она, безусловно, даже выше, чем этническая идентичность. Я часто встречал в Москве, например, людей, которые говорили, я алтайец, но он, конечно, не относился к тюркорскому народу, тем не менее он считал и идентифицировал себя так. В то же время алтайцы – это большая такая тюркоязычная общность, коренное население этого региона, и в особенности республики Алтай. Ну, я думаю, что наши радиослушатели хорошо знают, что в нашей стране есть два субъекта федерации с названием Алтай. Алтайский край со столицей, центром в Барнауле, большой очень регион, родина Василия Макарчукшина и многих других великих наших соотечественников, и республика Алтай – менее территориально крупный регион с сложным очень климатом, с резкоконтинентальным климатом. Например, я читал такую информацию, что в одном из районов республики Алтай – Кошагачском такая амплитуда температуры годовой составляет 100 градусов, то есть летняя там может составлять, ну, допустим, около, скажем, 30-40 градусов, зимняя там столько же или даже больше, и в результате люди живут в таких перепадах температур, и этот район относится к регионам Крайнего Севера по его природно-климатическим особенностям. Так вот, этот регион горный, живописный, очень красивый и в последнее время активно осваиваемый туристами имеет центр Горно-Алтайск. Соответственно, вот два региона, и кто такие алтайцы, ещё раз повторимся, очень сложно сказать, потому что наши переписи меняют информацию об алтайцах. Скажем, если мы возьмём перепись последнюю, 2010 года, то в состав алтайцев разработчики переписи, те этнологи, те, кто занимались такой подготовительной работой, включили различные, соответственно, такие субэтнические общности, в частности, в состав алтайцев включили, допустим, челканцев, теленгитов, тубаларов, и в то же время не включили кумандинцев и телеутов, да, тогда как в 89-м году советская перепись их напротив включала в состав. То есть какие-то этнические общности выпадают из этого массива, да, и получают самостоятельный статус, какие-то нет. Вот, например, теленгиты, на них можно остановиться, они были ещё в 2000 году отнесены к коренным малочисленным народам Российской Федерации, и в переписи 2002 года их выделяли в качестве отдельного этноса, а в переписи 2010 года нет, и включили их в число субэтносов алтайцев. Конечно, это не какая-то такая ошибка или какие-то метания этнологов наших коллег, которые вот, значит, то включают, то исключают. Безусловно, это и отражение их этнических идентификаций очень сложных, когда у людей двойная или тройная идентификация, когда люди считают себя теленгитами, в то же время они считают себя и алтайцами тоже, или жителями республики Алтай тоже, то есть тройная такая идентификация. Я хотел бы как раз пояснить, что вот как раз этническая группа, о которой мы сегодня говорим, они в основном проживают как раз в республике Алтай. Да, в основном, да, безусловно, и у них есть самоназвание. Они называют себя, вот как раз о чём мы и говорили, алтай-кижи, что в переводе любой тюрк поймёт, от якута до азербайджанца поймёт, что алтай-кижи значит человек Алтая, алтайский человек. Вот, собственно, и ответ на вопрос, кем они себя считают. Они считают себя жителями Алтая. В то же время, конечно, они разделяются, и эта родовая, племенная, старая, былая структура, она до сих пор отражается вот в том, что они иногда начинают говорить, нет, мы выделимся из состава алтайского этноса, мы хотим самостоятельный статус своего народа этнический, то есть хотим в рамках республики Алтай получать какие-то льготы в сфере изучения своего языка, своей культуры и так далее, а потом вдруг внезапно это сглаживается, допустим. Вот такая сложная история алтайского. Ну, две этнографические группы алтайцев как раз выделяются, южная и северная. Это в связи с языковое какое-то деление? Да, это в связи с языковым делением и с тем, что, может быть, нам показалось, вот в самом начале сказали, республика Алтай меньше алтайского края, но она меньше, но в то же время она такая огромная, что многим европейским государствам можно позавидовать тому, какова территория республики Алтай. Поэтому и территориальные различия, и климатические, например, горные и степные, они очень существенно влияют на быт, культуру этих двух общин. Как в той же Туве, например. Как в той же Туве, как Тувинцы и Тувинцы-Тоджинцы. Так примерно и здесь. Южные алтайцы всегда, ну, как бы сказать, такие доминирующие были, что ли, в алтайском этносе, потому что... Сейчас обидится северный. Северный очень сильно обидится, но дело в том, что южные дали основу литературного языка, и это определило их доминантность. Например, большая часть тех авторов, которые называли себя и называют алтайскими прозаиками или поэтами, пишут на южноалтайском языке, который тоже здесь опять начинается в дискуссии, диалект ли он или язык ли он, ну, во всяком случае, официальным статусом обладает он во многом. И вот наши коллеги, мы постаряем это во всех наших программах, посвящённых тюркоязычным народам, ведущие передачи и телевизионные и радиовещания в ГТРК Республики Алтай, они ведут свои программы на южноалтайском диалекте. Ну вот, я посмотрел, что южноалтайский язык, он входит в состав киргиза-копчакской группы тюркских языков. Да, я встречал многих киргизов, жителей Кыргызстана, которые говорили, да я практически всё понимаю, что говорят южные алтайцы. Не только даже это, если сравнить, вот даже фонетически послушать, они даже не только в лексике похожи, но и в произношении, то есть фонетика языков очень похожа. Ну вот вообще по поводу тюркоязычных языков у меня был очень, с одной стороны, показательный, с другой стороны, очень с юмором случай. Мы снимали в Азербайджане, в Гяндже, и оператор у нас был замечательный, оператор Семён Аманатов, он якут этнический, и прекрасно знает якутский язык. И наши сопровождающие азербайджанцы, когда, понятно, они хотели, чтобы мы не совсем понимали, что же они там приходили, особенно, да, решали какие-то организационные проблемы, да, то понятно, что Семён всё понимал, и его прозвали даже японским шпионом. Да, безусловно, конечно, при всех различиях языков всё равно они похожи. Ну вот уникальность схожести киргизского и алтайского языка, южно-алтайского, во всяком случае, она ещё раз подтверждает идею, что Алтай – прародина тюрков. Такая идея среди тюркских народов, и не только среди народов, но и среди научного сообщества, она имеет место быть. Безусловно, какие-то такие завязи тюркской прародины здесь, в этих горах и степях, безусловно, произошли. Вот что касается южных алтайцев, то там есть и телеуты, среди них выделяются, которые, вот как уже мы сказали, получили отдельный статус. Они живут не на Алтае, а в Кемеровской области, но так или иначе в языковом, в культурном смысле они очень близки. До революции 1117 года в официальных документах и среди русского населения, переселенческого и сторожильческого на Алтае, их называли алтайские татары. Но это старая история, мы часто её повторяем в тюркских наших программ, посвящённых тюркским народам. Это такое официальное именование очень многих народов России. Северные же алтайцы, они и в быту несколько отличаются. Ну вот я бы не сказал, что они прям там таёжный народ, но они больше сибиряки всё-таки. А южные алтайцы больше степняки и больше как-то связаны вот с этой такой вот, ну каким-то нашим традиционным, может быть, стереотипным представлением о тюрках. И быт, культура северных алтайцев, она отличается. А антропология отличается? Антропологии существенно нет всё-таки. Антропологически они монголоиды в большей степени, но южный алтайцы, вот он, если... Ну вот всё-таки антропология, и вот всё, что связано с бытом, с костюмом, если представить себе северного кумандица, например, и южного алтайца, то северный алтайц будет похож по всему своему облику больше на хакаса, на тувинца. А южный алтайц, он будет похож на казаха, например, или на киргиза. Я так понимаю, что некоторые языки северных алтайцев вообще некоторыми учёными относятся к хакасской группе. К хакасской группе, да, и это очень внешне даже вот бросается в глаза. Вроде бы антропология схожа, но всё, что сопровождает жизнь человека, его быт, его инфраструктуру, традиционные хозяйства, оно сразу как бы соотносит их в разные стороны. Именно поэтому так алтайцы любят делиться, а потом объединяться, потому что какие-то происходят ситуации, какие-то тенденции, вот они начинают делиться. Ну понятно, мы в нацвопросе говорили об этом, и здесь нет какой-то, да, ну что ли, вины народа или какого-то криминала в этом. Безусловно, народы в 90-е годы, многие люди, вернее, коренные малочисленные народы хотели приобрести этот статус коренного малочисленного народа, дававший большое количество льгот, связанных и с промысловым хозяйством, и социальной поддержкой и так далее. Этот фактор нельзя сбрасывать со счетов, и многие учёные говорят, что это было мотивационным фактором, когда представители интеллигенции вот как-то говорили, а давайте мы назовём себя кумандинцами. Безусловно, они имели на это право, потому что кумандинский язык, ну, существенно отличается от того, как говорят на юге Алтая. Вот мне ещё вот что интересно. А до революции, вот, Марат, ты сказал о том, что татарами называют, но я знаю, например, что Тубалар называли черневые татары. Черневые татары, да. То есть их тоже делили в то время? Да, на вот эти какие-то субэтносы, или всё-таки едины как-то? А дело в том, что до революции самым важным признаком была конфессиональная принадлежность людей. Поэтому вот эти все наименования, вроде как бы имевшие статус официальной статистики, реально не имели никакого значения. Была алтайская духовная миссия, она чётко делила людей уже принявших православие или ещё сохранявших, как тогда говорили, шаманизм. Вот, и всё. А что они черневые, допустим, или как хакасы абаканские татары, или просто алтайские татары, алтайки-жи, как они называли себя сами, это не имел большого значения. Статистика была очень такая подвижная. Главное было по числу православных и неправославных. Ну тогда надо поговорить с чего-либо религия. Да, религия, конечно, крайне интересна в том смысле, что вот мы когда иногда говорим о Китае современном, да, и говорим о таком синкретизме современного китайца, который может исповедовать элементы конфуцианства и дао, и буддизма, и христианства в последнее время, и ещё каких-то традиционных культов. И вроде это всё умещается в одном сознании. Для европейца часто это удивительно. Вот для алтайца это неудивительно уже давным-давно, потому что у алтайца, конечно, доминантой являлась традиционная, раньше традиционная религия, которую принято называть шаманизмом. Кстати, алтайцы не обижаются на такие. Вот есть народы, с которыми надо очень корректно, которые слово язычество пугаются, шаманизм пугаются. Алтайцы нет, они спокойно к этому относятся, потому что говорят, да, главная действующая сила религиозного культа это шам, кам. От этого слово камлания перешло в русский язык. Картина мира очень сложная. В мире три слоя. Верхний слой или верховный слой такой олицетворяет бог Ульген, который олицетворяет доброту. Дальше идёт такой средний слой, ну что-то типа чистилища, если выражать христианским языком. Там вот, значит, люди уже как-то копошатся и свою земную суетную жизнь проводят. А нижний предел олицетворяет Эрлик, и это подземный мир, и всё, что связано с этим миром... Недоброе. Недоброе, да. Поэтому Эрлика боятся, что чего как бы он в этот серединный мир не вышел со своими... Ну интересно, что они же жертвы приносят, причём приносят и темы другим. Темы другим, да. И самое главное, что это может сочетаться с тем, что они формально или фактически исповедуют совсем другую религию. Что касается православия. Православие на Алтае очень старое, то есть оно имеет давние традиции. Давние традиции миссионерства. Очень много православных миссионеров сибирские, они привносили туда, включая письменность, включая грамоту, и в общем-то, если сказать так вот широко, конечно, алтайцы православны, но сохраняющие элементы традиционной религии. Вот если сказать, кто они конкретно? Ну, большая часть алтайцев крещены в любом случае. Когда, ну, допустим, этнографы приезжают, некоторые, да, я не хочу сказать обо всех тюркологах, безусловно, Алтай – это такой полигон для тюркологии, потому что любой тюрколог, наверное, мечтает побывать на Алтае и изучить местную культуру, или во всяком случае прикоснуться к ней, но часто бывают такие немножко, ну, ажиотажные такие интересы к ним, когда хотят видеть только традиционную религию. Я видел какую-то статистику, я сейчас не буду приводить фамилии и авторов, чтобы их не обижать, которые отмечали чуть ли там не 80% приверженцев традиционной религии, там, православию несколько процентов. Это далеко не так. Это просто как бы, ну, что ли, достаточно простое видение, такое упрощённое видение их мировоззрения. У них всё прекрасно учитывается и сочетается всё. Кроме того, есть такая сугубо алтайская религия, которая называется бурханизм. Она очень сложная и крайне малоизучная. Я могу сказать, что я интересовался этой религией, и практически в течение 10 лет я никак не мог найти хорошую монографию на эту тему. Это такая малоизученная философия. Причём полярно к ней относятся авторы. Есть авторы, которые бурханизм рассматривают сугубо так спокойно. Есть авторы, которые видят... С чем связано? Извините, что она малоизученная. Дело в том, что следов бурханизма того, который был в начале 20-го... Во-первых, это религия, которая возникла в начале 20-го века. Новая такая религия. Синкретическая, объединяющая себя многое. Потом произошла революция, коллективизация, она исчезла. А потом её начали как-то искусственно восстанавливать. Религия, опирающаяся, с одной стороны, на традиционный культ, а с другой стороны, на буддизм в оломаистской форме. Дело в том, что Монголия-то недалеко была со всеми своими активно действующими датсанами. А почему негативное у многих отношение было у исследователей к бурханизму? Дело в том, что бурханизм, он и имеет определённые элементы политической доктрины. Я бы даже сказал, в какой-то степени связанные с земельным распределением, какими-то моментами негативного отношения к переселенцам на алтайские земли. То есть это приобретало вот в этот очень сложный предреволюционный период такую форму протеста, что ли, против переселения. И поэтому в бурханизме можно, если в него так вникнуть, можно увидеть элементы именно политики определённой. Вот что касается бурханизма. Нельзя сказать, что он был очень так распространён сильно. Он, конечно, в основном был распространён среди элиты, среди баев алтайских больших, владельцев собственников большого количества скота и так далее, которые как бы выступали против распахивания земель, того, когда приходили земледельцы. Но он иногда приобретал такие формы негативного отношения к людям, переселявшимся на Алтай. Поэтому как его понимать? Если он в обрядовой форме, это одно, а если он приобретает такие формы идеологические, это совсем другое. И при этом в него хорошо внедрились ламаистские культы. Если не брать политику, а брать именно сугубо обрядовую сторону, то бурханисты внедряли в него многое, что им давали монгольские ламы. Вот, например, тот же Коша Агач, скажем, он вообще примыкает к Монголии прямым образом, и когда границы были очень условные в предреволюционную эпоху, то монгольские ламы таким миссионерством занимались. Иногда он у нас скажет, что вот буддисты, они в созерцании. Нет, монгольские ламы очень активно воздействовали на южносибирских тюрков и активно распространяли свою религию. Благо, монастыри всегда воспринимались тюрками, ну так как некие прямо, что называется, модели мира. И они уже забывали и о Бульгене, и о Берлике страшном, и прекрасно ходили к ламам, потому что вся эта красота их увлекала. Я правильно понимаю, Марат, что всё-таки бурханизм – это буддизм? Плюс шаманизм, плюс политика. Вот это вот такой микс. Да, потому что сложное время, ну там и Столыпинские, конечно, я думаю, какие-то дела сюда на свои есть. Я читал о том, что, не знаю, как раз какая из школ ты упоминал, что там были элементы и православия у бурханизма. Да, там были элементы и православия, но прежде всего я полагаю, что в основе этого всё-таки лежит какой-то протест. И именно поэтому большая часть алтайцев его не приняли, потому что они были аполитичны, и, в общем, для многих не играла роль большую вот эта земельная проблема. Вообще, конечно, уж очень бурханизм, бахаизм очень похож в разных частях мира. И поскольку следов его не оставалось, того старого бурханизма, хоть прошло-то всего-навсего по историческим меркам не более ста лет, тем не менее исследователи только сейчас подходят к тому, чтобы изучить его реальную такую философскую и обрядовую стороны. Сейчас уже появляться стали эти исследования в последнее время. Вот это всё умещается. Если мы, допустим, посмотрим на современного алтайца, как его зовут, то большую часть алтайцев зовут православными русскими именами. Последнее время, правда, пошла мода на традиционные тюркские имена. Но это, как и у многих православных тюрков, такая двойная бухгалтерия, что называется. То есть есть православное имя, данное в церкви, и есть имя, которое тюркское, традиционное. А тюркские имена, если они не культовые, то есть не мусульманские, не православные, то они имеют совершенно широкое поле. То есть это может быть пожелание ребёнку, это может быть какие-то вопросы, такие имена, которые магические, которые отпугивают злых духов, если предыдущий ребёнок болел или умер. Второму ребёнку даётся другое имя, часто даже негативное имя. Такая бывает история. Допустим, тюрк, который не привык вот к таким вот формулировкам, он ужаснётся, как это так ребёнка назвали именем некрасивое, плохое, не такой, сякой. Как же так? Почему вы назвали так ребёнка? А потому что предыдущий наш ребёнок скончался, и вот как бы мы злого духа отгоняем от нового нашего, второго, младшего сына. Вот такая история для алтайцев характерна, и при этом у него может быть православное имя, которое получено в православном храме. Что касается бурханизма, ну, на мой взгляд, он был достаточно сложно построен для того, чтобы быть новой религией алтайцев. Он, конечно, себя позиционировал на то, чтобы стать всеобъемлющей религией всех алтайкижи как минимум, а может быть и всех тюрков Южной Сибири как максимум. Но всё-таки вот такая сложная конструкция, она и то время, которое ему было отведено небольшое, оно, конечно, не дало возможности ему развиться. Вот я про Столыпину упомяну. Есть такие мнения, что вот реформа Столыпинская, которая направлена была на переселение людей из центральной губернии в западную, как минимум, в Сибирь, в восточную тоже, и выдача им земли, она вот и вызвала этот протест. Вот, к нам приехали, понаехали к нам. Вот, и в качестве протеста... Мигрантский кризис. Мигрантский кризис. И вот эта, значит, форма протеста, она имела не какие-то такие методы физической борьбы с переселенцами, приезжавших в Столыпинских вагонах, а формы именно такие религиозные, идеологические. Ну, тут сразу возникает вопрос тогда о вхождении алтайцев в состав России. Он сопровождался какими-то столкновениями или вот такой протест? Ну, на тот момент, конечно, нет, потому что у алтайцев никогда не было... Ну, были какие-то государства-каганаты, это бесспорно, но это всё то, что мы называем государствами в нашем современном понимании, Россия, Франция, Германия и так далее, не имел никакого ничего общего к степным средневековым государствам, у которых не было чётко очерченных границ прежде всего. Какие могли быть границы у степника? Поэтому вхождение их территории в XVIII веке и в XIX веке, продолжавшиеся, тоже, кстати, этапно и тоже, кстати, повлиявшие на то, что есть северные и южные алтайцы, потому что в разное время входили. Так вот, эти вхождения, они проходили, конечно, мирно, поскольку и соседи-то, оказывая культурное какое-то влияние, не претендовали на земли реально. То есть это не была зона борьбы в XVIII-XIX веке между Россией и, например, династией Цинн китайской. Это была история другая. Вот дальше, на юге-восточной Сибири, скажем так, в Саянах, там уже противоречия имели экономические определённые цели. Здесь всё-таки это такой бескрайний регион, на который влияние оказывалось скорее культурное. Ну, монгольское, ламаиское, китайское, часто экономическое влияние было. Например, когда товары, алтайские женщины особенно очень ценили китайские товары, и Китай имел экономический интерес на Алтай, и сбывал продукцию, высококачественную продукцию в одежде, даже в пуговицах, в жемчуге и так далее. Как многое изменилось за это время. За это время, да. Но сказать, что, допустим, они там боролись против царской власти, нет, конечно, ничего подобного не было. Безусловно, их вхождение в состав России носило прогрессивный характер, потому что уже тогда начался постепенный переход и к оседлому быту, и к тому, что стали создаваться школы, алтайская духовная миссия, конечно, здесь играла большую роль. Но всё-таки до начала XX века большая часть алтайцев жили полукочевым хозяйством. Сейчас, интересно, такой ренессанс наступил, когда во многих районах республики Алтай люди так или иначе как-то опять переходят не к полукочевому хозяйству, но, во всяком случае, к восстановлению традиционного жилища. О современности алтайцев мы поговорим уже в следующей части нашей программы. Я напомню, что Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии «Вести.ФМ». Это наш проект «Народы России». Говорим мы сегодня о алтайцах. После новостей вернёмся. Народы России. 180 национальностей. Одна страна. 180 национальностей. Одна страна. Продолжаем говорить об алтайцах в рамках программы «Народы России». Марат Сафаров и Гия Саралидзе по-прежнему в студии «Вести.ФМ». Мы поговорили о том, как входили алтайцы в состав России. У меня вот ещё, прежде чем мы перейдём к современности уж совсем, у меня ещё один такой вот вопрос. Вот ты сказал, Марат, о том, что не претендовали на эти территории. А с чем это было связано? Ведь разные были случаи при колонизации различных территорий. Китаем, при цинским, манжурским. Безусловно. Но дело в том, что если смотреть на карты того времени, то границы, пусть и такие подвижные, цинской империи, они всё-таки были очень удалены от Алтая, и они были разделены Монголией прежде всего. Вот Монголия, да, она выступала в качестве постоянной такой арены борьбы между цинской династией и поздними Романовыми, это было всегда. Это было, кстати, в XX веке, нам известно, это такая какая-то территория именно в противоречии часто геополитических между великими державами. Вот. На тот момент нет. Если брать дальние, самые дальние окраины цинской династии, то это урианхайский нынешний, вернее, как в Царской России его называли, урианхайский край, Тува, которая вошла, как мы в нашей программе об этом подробно говорили, да, перед самой революцией 1917 года, незадолго до неё состав Российской империи. Вот. Это были самые дальние такие отголоски цинского влияния, и то, скорее, номинального. Что касается Алтая, всё-таки это было очень далеко, империя не могла разрастись до таких размеров. Россия, в общем, стала, ну, так скажем, получила эти земли, они вошли в состав России после кризиса джунгарского государства, джунгары – это предки калмыков, тоже такое большое кочевое государство, и когда оно стало распадаться, то Алтай стал постепенно входить в состав России. Что же касается влияний культурных, то они продолжались всё время, всё это время, потому что пришедшая православная традиция всё-таки была ещё совсем незнакома для алтайцев. Прежде всего, она была незнакома своим монотеизмам. Тюрки традиционно, ну, очень сильно воспринимают природу, они её воспринимают, конечно, не как природное явление, тем более такую природу, как Алтайскую, уникальную, один из самых красивых и уникальных регионов нашей страны, и поэтому идея духов, идея обожествления всего, что окружает человека, не только таких глобальных стихий, как вода, например, или солнце, или земля, или что-то такое крупное, да, но и духов дома, духов юрты и так далее, всё это входило ещё тогда в противоречие с монотеизмом, с единобожием православия. Но постепенно, и в этом, конечно, огромный заслуг православных миссионеров, которые были очень гибкие всегда с тюрками, они очень тонко и очень приемля, да, их быт и их ментальность, они входили в их окружение, прежде всего, своим образом, своим образом жизни, тем, что они переселялись в труднодоступные эти поселения алтайские, вот как-то начало распространяться уже православие. Оно, конечно, не пустило такие глубокие корни, как, скажем, в Якутии, но всё-таки православное влияние на Алтай, оно неформальное, безусловно, оно прочное. Что касается, допустим, это можно подтвердить строительством храмов деревянных, небольших, очень скромных, которые датируются уже XIX веком, и во многих поселениях алтайских они сохранились. Мы забыли о численности сказать, ну, раз уж к современности переходим. Она очень такая сложная. Она сложная, да, из того, что мы говорили, ну, около 80 тысяч человек. Около 80 тысяч, да, эта численность именно включает себя, если так сказать. И, кстати, я посмотрел, она не сильно менялась. Она не сильно менялась, да. Ну, во-первых, из неё выпали телеуты. Дело в том, что всё-таки до 89-го года телеуты входили в состав алтайских этносов формально и фактически. Они, ещё раз повторимся, не живут на территории Алтая, они живут в Кемеровской области, но их всегда относили к числу алтайцев. Сейчас уже очевидно, что телеуты отдельный народ, да. Что касается других групп, как мы уже сказали, они то входили, то выходили из состава большой алтайской общности. Если мы возьмём, допустим, какие-то моменты, связанные с материальной культурой, вот с тем, что возрождается она, да, что определённые элементы их возрождаются, здесь ещё влияние, конечно, такого туристического интереса к Алтаю, который в последнее время растёт прямо вот несемимильными темпами. Я бы наслал бумом уже. Бум, да. Причём как та территория, которая входит в состав алтайского края, так и республики Алтай. Экотуризм, экстремальный туризм часто, курортный туризм, культурный туризм, потому что многие едут исключительно для того, чтобы посмотреть быт и культуру тюрков Южного Алтая, например. Вот это всё бурным образом развивается, тем более, что вопреки каким-то стереотипам транспортной доступности республики Алтай вполне для жителей мегаполиса в центральной части нашей страны вполне реальна. В отличие от той же Тувы. В отличие от той же Тувы, да. Всё-таки до горно-алтайска можно долететь, ну, на самолёте в течение четырёх с небольшим часов, допустим. Поэтому это всё вполне доступно. Есть проекты, они пока не реализовались. Очень популярны, кстати, Алтай среди иностранцев. Среди иностранцев, которые живут. Да, я знаю, что многие из них побывали именно там. То есть это вот считается такая там триада, там, Байкал, Камчатка и Алтай. Да, поэтому в круглый год, в любое время года это замечательное путешествие было бы. Но многие вот едут именно за этой аутентичной культурой. Алтайцы смекнули на это, и те, которые переселялись в такие однотипные в советское время скотоводческие колхозы, совхозы, да, и где были, в общем, облик этих поселений и быт совершенно был стандартный, вот они стали свои поселения такими элементами разнообразными национальной культуры украшать, и многие стали даже строить юрты. На Алтае очень много в последнее время появилось юрт. Юрты алтайские функциональные, они большие, они тоже отличаются. Некоторые юрты с традиционной, сейчас их, конечно, уже не строят, потому что, ну, трудно в них жить человеку, переселяющемуся из деревянной избы, да, уже как-то ты к хорошему быстро привыкаешь. А старые юрты некоторые были, например, не войлоком покрыты, а корой, например, и вообще были больше похожи на чумы. Так вот, ну, всё-таки такая классическая юрта, это... Не каждый наш слушатель отличит чум от юрты. Да, ну, допустим, если мы возьмём Северный Алтай, который, мы сказали, больше похож на такой таёжный быт жизни этих племён и народов, то вот этот фактический чум, то есть небольшое каркасное такое жилище, в котором... Которое часто имело очень низкий вход, которое плохо отапливалось, которое плохо было поставить, например, трудно было поставить глинобитную даже печку и так далее, и часто оно было, ну, так скажем, покрыто корой или древесиной, и поэтому промокало. Так вот это всё поселение Североалтайское, оно наступает место, если брать такую туристическую красоту, традиционной большой просторной юрте, в которой всё что угодно. Там кровати установлены, там постельное бельё есть, то есть если вот люди думают, что они на земле будут спать, нет, они спят на кроватях. Оно обогревается, обогревается и, может быть, генераторами, а может обогреваться традиционным способом такими глинобитными печками, которые устанавливаются там. Уже нет чёрных юрт, то есть юрт с чёрным дымоходом, то есть дым всё равно выходит из этой юрты. Там есть часть женская кухня полностью оборудованной, ну и так далее. То есть всё это очень удобно, всё покрыто различными паласами, то есть некоторые, например, богатые алтайцы и раньше, и сейчас, если они долго останавливаются на этом месте, они досками покрывают поверхность. Это вот сейчас юрты, в которых действительно живут люди, или это для туристических каких-то? Дело в том, что есть для забав, для туристических, конечно, и второе, это так называемые летние юрты. Когда многие алтайцы, кстати, это мода, этот ренессанс появился и в Хакасии, и в Туве, то есть в тёплое время года они переселяются вот в эти юрты рядом со своими домами. А это прям дача такая в двух шагах от своего дома, то есть вот они живут, допустим, в избе, в традиционном доме, да, утеплённом, а на летний период времени они никуда не откачёвывают, а просто на своей территории, на своей участке они устанавливают юрту. Летний домик. Летний домик, да. Некоторые так и называют, это летняя кухня, например, но при этом они там и ночуют, и живут, потому что это очень удобно и колоритно. А если это туристические какие-то места, то это особое имеет развитие, там сразу возникает инфраструктура, а инфраструктура какая? Это, конечно, юрта плюс кухня, потому что турист вот он уже получает над ним, да, вне того, сколько с него возьмут средств, над ним алтайская беспредельная, да, колоссальная природа, рядом с ним небо, горы и реки, а вот что касается уже обеспечения его быта, то алтайцы постарались, да, есть и жилища, есть и традиционная кухня, которая очень хорошо как-то соответствует туристическим ожиданиям об Алтае. Это имеется в виду такая она мужская, хорошая, брутальная мясомолочная кухня, конечно, вот это, допустим, если назвать такие алтайские специалитеты, это, безусловно, густые такие супы, мясные, с хорошими такими шматами мяса, с крупами, раньше крупы были в старом, ну, это туристам не рассказывают, конечно, раньше, там, в 19-18 веке это были очень такие некачественные крупы, часто такие грубый ячмень, там, таля, сейчас это перловка хорошая, иногда рис, то есть это такие наваристые супы, при этом туда не добавляют ничего, кроме лука. Вот, это, конечно, если турист хочет уже такой экзотики, алтайцы предлагают свои дикие корени, которые на Алтае всегда были распространены в быту, и в кухне это сарана, это дикий лук, это дикий чеснок, из которых делают салаты различные и так далее. Раньше-то их что делали, их высушивали, толкли, и из них делали муку. Но наше представление о том, что раньше, да, они часто романтизированы, да, безусловно, алтайцы, алтайский быт был весь подчинён природе достаточно суровой, и он был скудный во многом. Сейчас для туриста это показывают в красочном виде. Это, конечно, кумыс и айран, чиген-айран такой напиток. Это всё, что производное от таких слабоалкогольных молочных напитков, там предлагаются различные виды. Это творог, вот, например, есть очень, ну он даже уже не творог, он скорее сыр-курт. Это сыр солёный, который распространен, допустим, если многие наши радиослушатели были, допустим, в Казахстане, особенно в Южном или в Узбекистане, его продают на базарах. Ну, на Алтае такого ещё пока нет, но туристу предлагают солёный сыр с шариками, такой очень вкусный. Поговорим мы ещё о современном Алтае и алтайцах. Сейчас небольшая пауза. Марат Сафаров и Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести-ФМ. Мы совсем скоро продолжим. Продолжаем разговор о алтайцах. Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Это проект «Народы России». Поговорили мы даже уже немножко о кухне алтайской традиционной, ну, потому что говорили о туристической, о туристическом буме Алтая, причём начался он не вот не пять, не шесть лет назад, а раньше. И сейчас надо сказать, что даже люди, которые профессионально занимаются туризмом, туриндустрией, они вообще Алтай отдельно ставят в нашем вот этом внутреннем туризме, так называемый, и не только внутреннем, но и в туризме для внешнего, когда приезжают из других стран. Просто говорят, что многие мероприятия, которые были посвящены туротрасли Алтая, они закладывались там где-то лет 15-20 назад и дали свои всходы вот такие. Это позиционирование, это отношение местного населения, кстати, к туризму и к туристам, готовность вот это воспринимать, встречать людей, выстраивать эту инфраструктуру, потому что это всё-таки область такого обслуживания, сфера обслуживания, и здесь это очень важно. Ну и в сочетании, конечно, с великолепной природой. С рыбалкой, кстати говоря, с охотой, да, с путешествиями. Ну, кстати, вот удивительно, но рыболовного туризма на Алтай не так много. Не так много, хотя традиционно для алтайцев и для северных, и для южных в быту и в их кухне рыбалка, рыболост играл очень большую роль. Там и налимов прекрасно ловили, и щуку ловили, и заготавливали рыбу, и из неё готовили что-то подобное, ухе очень вкусное. А как-то пока не пошло. Я думаю, что рыболовная всё-таки такая рыболовная часть туристическая, ну, во-первых, она не такая большая, хотя я как рыбак могу сказать, что есть, но по сравнению с другими, с экотуризмом, который очень, да, сейчас стал популярен, и другими. Там же ведь есть и конные маршруты, да, и есть пешие, трекинговые, так называемые, и так далее, и так далее. То есть это всё... Это что-то подобное альпинизму, да. Да-да-да, поэтому... Ну, это действительно массовый характер сейчас. Это массовый. Но я хотел спросить, а вот как сочетаются традиционные какие-то, да, традиционные занятия, ведь они в разных регионах разные, наверное. Да. И вот с тем, что сейчас происходит. И вообще не только же туризмом живёт. Конечно, безусловно. В старые времена дореволюционные, в советские и сейчас очень важная часть хозяйства Алтая – это скотоводство. Сейчас это скотоводство, да, всё то, что связано с животноводством, оно работает как на вывоз продукции за пределы региона, то есть непосредственно аграрно, ну, относясь, да, к аграрной отрасли, так и тому, чтобы обслуживать туристическую инфраструктуру. Вот, например, за последние годы очень активно увеличивается поголовье моралов на Алтае, и это становится одной из важных экономических сфер жизни республики, потому что всем хорошо известны понты морала, которые целебные, которые известны ещё в китайских, тибетских хрониках средневековых, и алтайцы это прекрасно знали, но не вывозили это за пределы региона, а теперь это стало одной из таких важных частей такого вот экономического развития многих фермерских хозяйств прежде, всего поголовье увеличилось многократно. Это всё то, что касается овцеводства, которое тоже очень активно, пусть оно не имеет пока такого уровня вывоза за пределы республики, как, допустим, в Калмыкии, наверное, это связано с тем, что вокруг нет крупных мегаполисов, в которых бы сбывалось мясо, но, тем не менее, и это имеет большую тенденцию к развитию. То есть животноводство на Алтае очень активно распространится. Мы уже несколько раз упоминали Кошагачский район, это один из таких больших крупных центров развития сельского хозяйства, он труднодоступный. Кстати говоря, его национальный состав интересен больше, ну, около половины, скажем так, населения, его составляют казахи, а половину алтайцы. И русские люди там живут. Вот. И они очень активные животноводы. В некоторых поселениях начали опять возрождать выращивание яков. Яки, причём яки, ну, некоторые говорят, что это прям яки, яки, прияки, а некоторые говорят, что всё-таки это уже определённая поместь с коровами. Вот. Дело в том, что, ну, чтобы была большая такая, да, для молочного хозяйства прежде всего, интерес в этом. И яков, и даже верблюдов на Алтай можно активно встретить, и не только в туристических целях. То есть можно, допустим, прийти в какие-либо столовые или кафе, и там будут блюда из верблюжатины, из мяса яка, и это обычная жизнь алтайцев. Поэтому многих туристов, конечно, им, в отличие, допустим, от посещающих какие-то города, где люди, туристы всегда любят найти место, где питаются местные жители, для туристов, приезжающих на Алтай, это трудно сделать в силу территориальных каких-то особенностей. Но всё-таки, если человеку повезёт побывать в какой-нибудь непрезентабельной столовой в Горноалтайске, он может попробовать то, что едят сами алтайцы, традиционную кухню нетуристическую, даже неадаптированную. Что значит неадаптированную? Всё-таки для туриста немножечко адаптируют кухню в сторону его, допустим, большего использования пряностей. Алтайцы меньше их использовали. Алтайская кухня, она вообще не очень похожа на кухню народов Средней Азии, может быть. Она больше похожа на кухню традиционных степняков, например, монгол. Это минимальное использование пряностей, скорее замена их луком и чесноком, скажем. Активно используется черемшиска, которую заготавливают алтайцы. И вот это всё, вокруг этого строится уже экономика Алтая. Это аграрное хозяйство, аграрная отрасль или туристическая отрасль. И, наверное, вот это совмещение двух этих доминантов даёт успех этой республике очень ощутимо. Что касается, разрушается ли традиционный быт, ну, всегда об этом говорится. Не превращается ли это в какую-то потёмкинскую деревню или в какой-то такой вот карнавал? Ну, пока нет. Алтайцы очень довольны тем, что происходит в их республике, жизнью туристической, потому что она, конечно, стимулирует возрождение традиционных промыслов и традиционного быта. Вероятно, это вот один из очень удачных примеров того, как национальная культура зарождается не через какие-то лозунги, манифесты, какие-то вот такие бесплодные дискуссии, демагогии, не побоимся так сказать, потому что очень часто в какую-то тупиковую ветвь это уходит. А вот именно через то, что, ну, во-первых, экономически окупается, во-вторых, становится, как вы сказали, даже мир уже открытый, ну, в общем-то, такой площадкой для мира вообще, для иностранного туриста, и тем более для россиянина, приезжающего на Алтай. Если решить ещё какие-то неизбежно возникающие транспортные проблемы, на которые туристы всегда обращают внимание, это прежде всего не авиационные, но прилетели, да, а вот дальше, что называется, да, в то же время дороги строятся, они очень активно развиваются, и есть планы строительства железной дороги, например, из Бийского продления её в Горный Алтай, в Горный Алтайск, это, конечно, ещё больше увеличится, потому что поток туристов уменьшится транспортные расходы. Конечно, сейчас основные расходы, которые несёт турист, приезжающий на Алтай, это в основном транспортные расходы, вот, и по мере усиления, да, развития внутреннего туризма эта проблема, вероятно, будет благополучно решена. Но алтайцы очень, ну, как бы сказать, хорошо сумели презентовать свою культуру, свою кухню, своё жилище, свой традиционный образ жизни без стилизации. Наверное, это пример для многих сибирских народов, тюркских народов, которые тоже работают на этом пути сейчас, и это заметно, в сфере экотуризма. Но, видимо, ещё без стилизации получилось, потому что очень многое осталось. Осталось. И всё-таки надо сказать, да, что... База. Да, что вот эта Ойратская область, как её называли, да, там по-разному назывался Горно-Алтайская, назывался Улала даже, потом, значит, Айратура, потом, в конце 40-х годов, назван был Горно-Алтайск. Всё-таки это был очень отдалённый край Советского Союза, приграничный район, скотоводческий район. Туда проникла цивилизация, разумеется, но всё-таки не в той мере, чтобы она как-то унифицировала эту жизнь, да. Были вот эти, как мы сказали, ну, стандартные скотоводчики посёлки, но всё равно внутренний мир алтайцев сохранял свою специфику. И поэтому они сумели это сохранить, и сумели, когда начались определённые, да, в конце 80-х, в начале 90-х годов кризисные явления в сельском хозяйстве, найти себе новую нишу, туристическую нишу. Наверное, их подтягивал их сосед, Алтайский край, потому что Алтайский край первым пошёл в направлении развития туризма, понимая свои неисчислимые рекреационные вот эти все возможности. И за ним потянулся и горный Алтай, вот. В этом смысле, конечно, это сохранение специфики. Можно, допустим, где-то побывать в горном Алтае, в каком-либо поселении, особенно центрального Алтая, где можно подумать, что жизнь остановилась. Вот какие-то наши такие сказания, да, которые связаны, и представления, которые вошли в мировую сокровище литературы о храбрых богатырях, о каганатах, о степняках, о том, как прошли через эти земли орды завоевателей, вот как будто бы это вот буквально прошло вчера, только мир так немножко успокоился, земля уже не трясётся, пыль осела, но всё как будто бы вот в первозданном этом виде. Тем более, что, кстати, для туристов очень активно предлагаются, я не сказал, услуги. Это нельзя сказать, это же искусство. Творчество Кайчи – это народных сказителей. Они работают на этих базах, приезжают на эти туристические мероприятия и исполняют эпосы. Кайчи, ну вот тюрки тоже опять поймут, как Алтайки жив, все, наверное, тюркоязычные наши артилослушатели без перевода поняли, так и Кай, ну Кюй – это ну как бы песня, что ли, такая мелодия, песня скорее. Исполнители национальных песен, вот, они исполняют их, традиционно раньше исполняли, во всяком случае, только зимой и только в вечернее или ночное время. Считалось, что в это время мир борется между холодом и теплом, между жизнью и смертью, и в это время надо вот как-то, что называется, мобилизоваться, то есть не просто там рассеянно как себя вести или большую часть времени спать, а вот слушать эти народные сказания, как бы включаться в этот исторический контекст. И поэтому Кайчи очень были популярны, и сейчас это традиционное искусство возрождается. Да, ещё что очень важно, ну мы завершаем уже программу, я-то посмотрел, и выяснилось, что Горно-Алтайск в разные годы получал золотые медали всероссийских конкурсов «Чистый город» по своей чистоте, и, кстати, получал даже премии международных экологов, и это очень важно для людей, если они приезжают и... Знают, что это, да, не только на территории курортного посёлка, а вообще вся среда, эко-среда. Да, это для людей, которые уж там увлекаются экологией и частью своей жизни делают вот такое экологическое путешествие, это очень важно. Вообще хорошо было бы, чтобы у нас побольше чистых городов было. Да, и побольше таких туристических центров, очень активно развивающих, сохраняющих традиционную культуру, как Горно-Алтай. Спасибо большое, Марат, тебе спасибо и нашим слушателям, которые к нам присоединились. Марат Сафаров и Гия Саралидзе были в студии «Вести ФМ». Совсем скоро мы продолжим цикл наших программ «Народы России». Народы России. 180 национальностей. Одна страна.